Электросварка как искусство, художник в душе и газоэлектросварщик по профессии Владимир Волков открыл в галерее 6 этаж персональную выставку под названием «Жизнь железа». Перед посетителями более 80 работ, созданные автором в течение пары последних лет. Здесь и ворона, созданная из старого утюга, и робот из радиодеталей, и культурист из пивной банки. Владимир Волков рассказывает, его вдохновляет даже повседневная жизнь. Есть неожиданная работа, это чисто случайно, короче, копал на даче у дочери землю, вот вырыл лишь железо, и получилась картина вот этой девушек. Вот как раз. Старое ржавое железо, которое я сохранил. Пришлось мне, конечно, и химию вспомнить, и все, и где-то протравить кислотой, где-то оставить ржавчину, где-то эмалью покрыть. Ну, в принципе, вот оно получилось. Владимир Волков – изобретатель и творец, рассказывают поклонники его творчества. Специалистов удивляет, что у человека, не имеющего образования, такое тонкое чувство материала и пластики, скрытой в нем. Как считал Микеланджело, скульптор должен извлечь из каменной глыбы то, что в ней спит внутри. Вот Владимир Волков делает приблизительно то же самое с металлом. То есть он извлекает то, что спит внутри него и заставляет это жить. Поэтому мне это очень нравится. И мне нравится, что в этом много лирики. Сюжетный диапазон невероятно широк. Очень много на выставке женских образов, романтики, человеческих взаимоотношений. Есть и размышления автора на философские темы. Про Владимира Волкова говорят, его творчество сочетает в себе мысли взрослого человека о жизни и искрящиеся весельем ощущения человека, который замер в детстве. Из многих вещей, которые мы видим повседневно и каждый день встречаются в нашей жизни, мы можем сделать нечто совершенно не похожее на то, чем это изначально было. Неважно, чернок это лопаты или подшипники от автомобиля. И это достаточно интересно, когда человек видит в этом всем что-то свое, что-то нежное или наоборот что-то увлекательное. Посетителей увиденное вдохновляет. Сам художник рассказывает, стать творцом не так сложно. Достаточно увидеть красоту вокруг. А она есть даже в металлоломе. Понятно творчество Волкова как взрослым, так и детям. Мне тут больше всех робот понравился, который с наушниками. И он еще в Волкове, который там стоит. Почему? Ну, потому что он такой, ну, такой старинный. Работы Владимира Волкова уже больше года украшают парк Степаново и давно полюбились горожанам. Возможно, компанию Эйфелевой башни из гаек на аллее металлических скульптур скоро составит один из экспонатов новой выставки. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова